У тебя же... Ну, понял, понял. Мы же оповещаем о том, что это под запись все идет, для публикации. Ну, все у тебя заживет. Я смотрел, это тебе там насыпали кучу мази какие-то. Да, да. Там медикаментов 2 килограмма. Вам же сказали, что мы записываем и публикуем? Да, да. Вы не против такого разговора? Нет, не против. Не против. Тогда представьте, как зовут вас, дата рождения. Откуда вы? Корнилов Юрий Михайлович. Дата рождения – 2904, 2001 год. Республика Татарстан, Кайбинский район, деревня Кичкево. Служу в городе Улан-Удэ, ВЧ-46108. Наводчик-оператор, штатная должность. Танк Т-72Б. Поехал на спецоперацию 3-го, не 3-го, а 24-го выехали, июня. Приехали, 3-го пересекли границу. Это было всего пески. Оттуда нас забрали. Забрали на легковых машинах сначала. Три машины, нас было три человека. Отправили до какой-то базы. Не знаю, кто это именно, какая часть. Оттуда Урала. А на Уралах мы поехали в Куйбышево. В Куйбышево мы стояли на блокпостах. Стояли, осуществляли пропускной режим. Досматривали машины, документы. А после этого командир бригады... Личные вещи? Личные вещи. Да. Ну, это в машинах смотрят. Ну, конечно. Вы говорите, документы. Документы, да. Личные вещи. А что искали бы там запретного в личные вещи? Запретные, как нам сказали, что оружие, наркотики, взрывоопасные вещества. Угу. Все докладывать. А зачем изымали у людей телефоны, ценности? Ценности у людей не изымали мы. Не изымали? Нет. Ни телефоны. Телефоны мы контакты досматривали при том случае, если мы находили взрывоопасные вещества. А какие такие взрывоопасные вещества находили? Тротил, порох, патроны. Были такие, да, в машинах? Один случай только был, что были от гранат взрыватели. Так. И что вы сделали с этим человеком? Я доложил по радиостанции командиру. Командир вызвал военную полицию. Ага. Военная полиция приехала, досмотрела машину, допросила, увезла их, привезла обратно вместе. Ну, машину все отдали. Они нашли отговорку, объяснение, где нашли. Это я лично в документах видел, как вот это вот, их разговор. Да. Это получилось так, они с семьей отдыхали на речке. Ага. И наши военные там, или не наши военные, не знаю, оставили банка, такая, с взрывателем от гранат. Так. Они ее закинули в машину, не знаю почему, как они это получилось. Ну, сказали так, они показали место военной полиции, где нашли, как нашли. Это действительно банка лежала там. Вот. Но чувствовали вы свою власть над этими людьми? Да не чувствовали, мы наоборот помогали людям, местным людям и помогали. Не, не надо, помогали. Вы досматривали машины. Машины досматривали. Мне вот эта вот история про какие вы хорошие, она вообще никому не интересна. Знаете почему? Потому что вы здесь не нужны ни хорошие, ни плохие, никакие. Ну, да. Поэтому я вас спрашиваю. Вы когда досматривали людей, чувствовали власть, полномочия, вот что вы надели, и там такие. Ну, не знаю, я выполнял свою задачу. Просто, как вы мне говорите, я выполнял. Угу. Так. Так. Потом танки пришли, начали собирать резерв. Собрали резерв, это были ДНР и мы четвером. Угу. Один, как в Куйбешуе был, ну, часть с нашей, с нашей бригадой его. Угу. Это был командир рота четвертый, остальные все были ДНРовцы. И мы троем. Это был я, Илья и Женя. Угу. Поехали получать танки. Приехали. А ДНРовцы тоже танкисты? Ну, они так сборная. Нас потом поехали, меня посадили за механика-водителя. Илюха, он штатный наводчик. Так, по штату и остался. Угу. Командир танка тоже наводчик был, Женя. Угу. Нас посадили. Нас посадили, мы четыре дня ездили в овраг стрелять. Там овраг такой, этот, ну, обучали, ДНРовцев. А куда стреляли? Просто в горы. Там в овраг. В овраг спускались и в другую сторону стреляли. В горы? и все потом сказали марш готовьтесь к маршу это было где-то за это было 1 сентября как раз 1 сентября был готовитесь к маршу мы загрузились на травы на травы поехали через медлитополь я помню медлитополь проезжали красивый город поехали и . разгрузки у нас было сергеев к но не ваш приехали бы в гости другой погуляли бы там как положено берега приехали на танках приехали мы сергеев к сергеев к сергеев к сергеев ким и разгрузились 10 танков разгрузились на сказали марш готовьте дальше своим ходом заправляете технику обслуживайте масла все смотрите нам дали 4 часа за это мы все это посмотрели это еще 1 на это ночью было даже но сумерки мы с этой сергеев ки спустились вниз к речке донецк днепр днепр туда спустились нас три танка сгрузили на понтон получается на эту переправу нас оттащили на другой берег там сразу же нас накрыло я не понял чем только сколько вас было нас три танка там было на этом берегу а кто рулил командир рота не танками командир рота командир рота а кто еще вот я был командир рота и еще один днр вот мы отъехали оттуда как начал крыть мы отъехали в безопасное место спрятались командир рота там вышел по связи со своими они поехали получается через жидомост через это жидомост проехали мы их подождали в ночь мы совершали марш до участия до этой деревне где нас подбили 6 танков соседняя деревня комбриг остановил 4 танка забрал с собой я неизвестно куда и забрали что что случилось вот вы говорите подбили кого конкретно подбили кто продолжал ехать кто остановился в результате это в той деревне до всех подбили все шесть танков 3 это три танка это когда мы через это нас накрыла нас не попала она не попала накрыла я же не очень понимаешь накрыла понтон только на попал антон да вот а понтон был разрушен до разрушен мы когда приехали вот соседнюю деревню 4 танка комбриг забрал с собой неизвестно куда и командир роты мы там шесть танков опять нас построили сказали совершаем марш приезжаем на позиции закрепляемся копаем себе окоп и сидим мы эту деревню в час от деревни вы ездили выехали проехали еще маленький такой маленькой всего маленькой такой и после этого села мы начали заезжали другое безымянного по моему как еще один говорит это шесть танков до 6 танков подбили 1 командира роты он начали вылезать их сразу тут расстреливали а где как подбили прямо в деревне вот как только мы заехали в деревню сразу началась я как это увидел я съехал с дороги начал разворачиваться чего начали разворачиваться я начал разворачиваться но почему какая-то разворачиваться назад хотя уехал то есть вы увидели что бьют их да это предусмотрено вашими тактическими действиями что вы должны делать по сути круговой обороны должны занимать так а вы хотели просто я просто хотел уехать спасти экипаж а почему не занять круговой обороны потому что станок не стреляет смысл и этот и когда я только визит на банке которые не стреляют такие такой у нас команды у вас там вообще не стреляют цикл заряжение не проходит и а вы пробовали пройти этот цикл заряжения да и на заводчиков нету мы сами не разбираемся а вы во враг спускались стреляли по горам это на других танках мы стреляли на цбрт на которые стоят чистая резерв они не могут не марш совершить потому что у них масло кидает или там что-то клиент их ремонтирует и так вот ринан я правильно понимаю одни танки стреляют но не едут другие едут но не стреляют получается так есть есть такие там неплохо не все этот я только развернул смотрю задний там уже горел развернулся начал набирать ваша с переднего и заднего танковых как-то вылазил с переднего только видел вылазить так решать не было расстреливали сразу видно было с чего расстреливать стрелковое оружие стрелковое оружие то есть рядом были еще бойцы да а с чего что-то в них попали не знаю но это жили очевидно видимо не артиллерия пони они они нет когда меня взяли плен я интересовался с чего вы всех так уничтожили джевелин у нас еще вон сколько потом дом стоял когда нас завели туда и там гора джевелинов лежал гора про рангая там чтоб 50 наверное 50 же велит мешал джавелин хорош оружие танки прожигает убивает также джевелин у меня в правую сторону прилетела у меня правая сторона отказала все разворачивали и у вас тоже нельзя да я только обороты набирать и все у меня не действует правая сторона у меня вот так вот пошел огонь сразу я люк открыл весь огонь сразу на меня я-то вас тогда вот обожгло да да я выпрыгнул из танка и там получилось так что вдоль дороги были окопы окоп был от танка метра полтора я прям спрыгнул в этот окоп упал лежал и наводчик у меня и люха тоже вылез в этот окоп все тут танк начал боеприпасы взрываться все тут следующие танки крайний танк 6 он еще гудел пытался видимо уехать но экипаж нам сгорел вместе с танком получить все шесть танков сажили все 6 а кто остался жив помимо вот это я не могу знать не видел может есть еще кто-то там живое оставались но работала стрелкотня когда я был в окопе работал стрелкотня по танкам и мы все же во первых кто с вами ехал по фамильному можете перечислить вот только мой экипаж могу по фамилине они выжили или нет и но командир на месте погиб там башня как зовут его евгений замышляев евгений дмитриевич героический погиб при выполнении своего долга на танке который даже не мог стрелять модель танка какая-то снизу гроба т-72б илья викторович и даниев это кто это наводчик оператор он обгорел еще середине чем я нам горел нас когда подняли с окопа ваши повели ему ногу пристрелили оставили нас поставили в получается в подвал в подвале дали бинт ему первую помощь оказал перевязал ногу но он выжил до кровь остановил и когда начали уже работать по этой деревне то ли наши то ли ваши я не понял начали по этой деревне работать сильно мы сидели сортой до артой сидели 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 под вечер уже 2 сентября под вечер уже открылась дверь подвале стали быстрее быстрее оттуда выходите мы понадобились наши нет ни наши опять нас повели в другое место я посмотрю где мой танк танго танка ничего не осталось вообще осула совсем за розы жили потом и нас в другое место там окоп большое перекрытие туда привели я спросил наводчика моего будете забирать да кому он нужен говорит он бурят бурят да вы же ну пожалуйста заберите это еще мне что ты будешь указывать все нас на мтлб загрузили сверху связали привезли кого вас с максима максим это кто это морпех получается он сам тоже добровольный 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 похода сдался он тоже вышел оттуда с другой стороны был а вас чего не застрелили на всех же застрелила вас не повезло значит а морпеха тот вообще откуда взялся морпеха он толком ты не знаю откуда он говорит сам вышел что вы я не в окружении попали вышел на что он рассказывал это он с вами здесь да с нами мы в один день приехали нас в одном месте держали потом нас привезли закрытыми глазами они с открытыми глазами нас привезли до первой точки с трехсотыми нам оказали первую помощь мне морпеха нормально потом нас отправили во второе связали глаза закрыли увезли в другую дальше до с этого момента в общем-то не очень интересно интереснее ваша история вот во много чего-то мне кажется интересного не до рассказали все больше что как было то есть танки нам рассказывали что ехали по железнодорожному москву да по железнодорожному это это когда нас три танка перебросили вот получается взорвали когда накрыла мы отъехали безопасное место стали стояли ждали их участь приехали эти семь танков у них потом интересуемся чего как доехали быть и ждем мост переезжали потом взорвали ли чтобы я не знаю про это мозг не знаю а вот я говорю вот героически погиб вот ваш этот командир в чем героизм и за что он погиб не знаю не ну надо понимать цель за что воюешь за погибаешь противном случае что же это за героизм такой если даже не знаешь за что ты погиб трудно ответить на этот вопрос давайте попробуем так за что не ну окей можно же сказать там обширным ответом за родину а какие цели у вашей родины в таком случае я сам не разбираюсь не думали за все это время какая цель ставит перед вами ваша родина за что она отправляет вас погибать и убивать вам безразлично скази так безразлично мне лично я не знаю как отправили нас нам то очень не говорили что там поедете где-то прям будешь на первой линии где-то что-то стрелять в танкист наводчик да что там оператор вас отправляют на войну вас куда отправляют воевать ну а шо вы там думали не думали и почему не думали что вас отправляют именно на первую линию на войну всех россиянка вот сюда отправляют это все люди отправляют на войну не говорят спецоперации спецоперации ну а в чем я ж вот таки к этому и веду а в чем целью говорят освободить от нацистов типа вот так вот уже ближе так ну где нацисты в таком случае где вы их видели я не видел ни разу как вы их себе представляли себе представляю нацисты это который сами себя только любят свою родину то так вот никого других не видит презирают друг то вот так вот вторгаются чужие страны убивают чужих людей можно так сказать упс так вам селфи камеру включить ну так а чем вы от них отличаетесь если вы говорите нацисты это те которые презирают других людей вторгаются в чужие страны убивают там людей чем вы от них отличаетесь в таком случае потому что мы у себя дома вы еще когда начали говорить мы там хорошие потери на здесь чего сюда пришли зачем так вот у нас главнокомандующий верховный решим до пишу и гитлер свое время тоже решил и в этом не 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 ответ микрофон чуть ниже опускаю потому что у вас голова все ниже и ниже клонится вы все время пытаетесь его подбородком достать у нас же свободное разговор и свободная беседа понимаете с нашими бойцами таких берет бесед там не проводят нашим бойцам говорят что сказать и говори все а если будешь говорить что-то от себя получишь стулом а я с вами говорю я вас хочу выслушать потому что у вас должны быть какие-то аргументы у наших бойцов полно аргументов только их не дают им говорить а у вас какие аргументы зачем вы пришли сюда на эту землю сказали денег заработайте ученик вот наконец-то ну наконец-то за деньги наемный убийца который пришел чужую страну за деньги вот это вот по чесноку да наконец-то а то какие-то нацисты там придумывать чепуху блин о раз мы пришли про деньги расскажите с контрактом у вас когда вы подписали первый контракт на жили срочку служа с 19 года по 20 20 по 21 получаю срочку хабаровский приехал в вану д 21 полгода служил срочку приехал подписал контракт вот буквально не даль недавно внесли в контракт поправку там такой-то статьи связи спецоперации что военнослужащие отказывается проходить военный как участие военной спецоперации в ходе и уголовная ответственность от 7 до 10 лет это вам доводили такое как-то или как в этом в интернете есть такая уже видели все и нам получается в части части уже сообщали про это короткосрочники люди которые уже с этим поправки на контракт на три месяца если они в ходе этих трех месяцев отказывается проходить их сажают но вы же не такой контракт подписали это срочный у вас же было мне это у меня обыкновенная три года то и 1 вас тоже распространяется эта правка что если вы отказываете если когда будешь продлевать контракт то тогда вот это будет уже внесена а вы могли не ехать правильно то есть на вас поправка не распространялась то есть вы могли отказаться сказать но если мы не поехали у нас на нас печати распространяется печати измени изменик родины предатель родина склонен там предательству и это на всю жизнь все ребенок уже устроиться никуда не сможет нормально учиться сам на работу никуда не сможешь устроиться нормально также жена никто уже носишься помните как люди горели в других танках как вы горели до как вы думаете они смогут устроиться куда-нибудь на работу эти люди уже нет а что они вообще смогут сделать в этой жизни лежать только кормить червей давайте по другому подойдем к этому вопросу если вам ставят такие условия что не сможешь там никуда устроиться и все такое прочее почему какой они имеют право на это моральное право что им дает такое моральное право я имею ввиду что попытка захватить чужие территории дает право склонять своих людей к подписанию таких вещей или к принуждению своих людей ехать и умирать и гибнуть там и убивать неужели это право видим чтобы меньше отказников было чтобы люди шли а вы понимаете что вас просто используют совсем понимаю давайте подумаем как сказать что использует может и быть и ездит такое используют тебя еще заправить ну я имею ввиду используют что вот вас взяли бросили я уже не говорю о том что на не стреляющим или не ездящим танки чужую страну для того чтобы воевать без понимания цели без понимания чего-либо просто вы поехали просто потому что вы хотели денег под заработать вас поставили в условиях когда это для вас как бы наилучший выбор у вас подводят к этому то есть используя таким хорошо какая тогда цель у россии вот в этой всей войне я не знаю давайте подумаем скорее всего земли наверно захватить ну хоть тут не пришлось нам долго думать ну конечно захват чужих территорий которые они почему-то считают своими 30 лет жили по страну по страну и тут раз нет наши так не бывает есть вопросы дай этот самый я покурю а ты как раз задашь свою семью отец что-то придумывающий я приду скажу я в общество отец у меня сейчас работает дом хозяйством занимается в колхозе сестра насчет декретном отпуске пока ребенок мне брат работает в судостроительном сестрянку поступил учиться я в плену сам больше тем отец до этого работал он полковник полиции в отставке полковник полиции то у него должность был убойного дела как это давно уже был тоже как 14 лет у вас есть жена девушка в гражданском браке проживаем ребенок скоро родится тогда буквально уже должен 15 18 сентября а то есть вот через две недели нас 13 числа хотели уже поменять отправить домой не получилось то есть она уже на девятом месяце я так понимаю да вы в украину зашли какого числа напомните в августе я только чуть-чуть не понял про контракт насколько я понял вы новую версию контракта подписали все-таки но это когда я буду продлевать я подпишу а вы дали телефон отца он сейчас звонит уже решить да сейчас поговоришь с женой хочешь тоже меня номера нет ну отец знаете он знает но расстраиваете боюсь смотри сама она будет смотреть это все в ютубе и все равно расстраиваться на данном он так легче когда не вы лично не разговариваете не просто не могу понять у вас жена в положении вы в августе вы знали что здесь происходит даже я уже даже хотел уже вот 13 только обратно ехать за всю зависимости сколько вы увидели подбитой вашей техники ни одна не видел то есть вот это вот были бои и тогда увидели а в танке сколько три человека три то есть когда вот этот бой был из шести танков по сути мы можем предположить что вы выжили один ну потому что если вы взяли в плен соответственно наши подошли из к разбитой техники вас забрали из окопа все остальные 17 человек были убиты но если кто-то выжил ту не станет тоже они были бы в плену мы про фамилии спрашиваем для того чтобы потому что всех ваших как его скорее всего записали без вести пропавший а когда вы называете фамилии то но там родственники могут пойти попросить компенсацию купить себе ладу алло добрый здравствуйте я дмитрий журналист беру сейчас интервью вашего сына вы с ним хотите общаться конечно разговор будет записан и опубликован по пред да так подбили в плен взяли танк подбили в плен взяли да пап надо короче смотри позвонить виктор санычу позвонить в казань военкомат будет обмен обмен военно пленными я приеду домой меня не трогали не переживает у меня лицо обгорело это в танке до военкомате там будет полковник шарипов но ты его должен знать виктор саныч и это всем им позвонить и чтобы это быстрее обмен был вот это решить надо меня не трогает все здесь кормят тепло одевает вот форму далее все хорошо никто ничего не трогает не переживайте этот обе обмен обмен недели две буквально три может ну месяц максимум обмен будет приеду домой понимаешь ничего не пережил все пап не переживай все хорошо все нормально будет еще вопрос можно вам вопрос задать давайте как вы относитесь к тому что происходит у нас как вы относитесь к тому что происходит у нас к войне очень плохо почему вы отпустили своего сына воевать почему вы отпустили своего сына убивать украинцев вы были вы были против но вы знали что в августе месяца уже у нас война и он же сказал что едет в украину у меня есть а давайте мы вашего сына убьем он 17 человек ваш сын стал свидетелем как убили 17 человек давайте мы его тоже убьем ваш папа разрешил вас убить ты меня найдешь это все хорошо не надо это журналист по это просто журналист не надо не надо пап не ругайся они никто меня тут мне угрожают не не угрожает просто на эмоциях человек на каких он эмоциях сын просто не надо он просто на эмоциях сейчас может его там найти не нам нормально почему ваш сын пришел убивать украинцев ответьте мне на вопрос до контракта это все контракт не надо пожалуйста просто отечественные эмоции ну такое себе он меня найдет а что это значит но он не найдет он не давайте же нашли про это вы меня не увидите как я могу вас убить я гражданский человек вы нам нужны для того чтобы вернуть наших солдат вы если вас хотели убить вас бы сюда не тянули бы долго и нудно часов вас бы не лечили не оказывали помощь мы хотим отдать вас и забрать нашего дмитрий гипотетически пытается сформулировать просто отец сейчас на этом на эмоциях просто начальник розыск а мы полгода на эмоции здесь нас бомбят такие как вы вот пытаемся смоделировать вашему отцу ситуацию вот наших людей убивают а что будет если вашего сына он говорит убейте еще начинает угрожать дмитрий с ним говорит уважительно на вы а вот почему-то на ты-то потому что мусорила что у вас культуры там не до ребята вообще никакой такой человек такой характер у него человек такой конечно и вам неприятно будет ну тоже не я тебе скажу по-честному если бы ты не дай бог был здесь с оружием и бегал где-то рядом здесь около мы есть ими я бы тебя убил вообще даже не задумывает конечно ножом палка кирпичом чем угодно даже не сомневайся и любой человек хочешь поучаствовать в эксперименте в одном ты как новый просто еще про него скорее всего не знаешь мы одеваем тебя в вашу форму и выпускаем в город есть документы согласованные с администрацией идешь границы хочешь на поезде поешь нам все равно даем тебе деньги для меня убежись только почему нет тебя не убьют вы же освободитель вы пришли освобождать нас местные сразу что если вас местные завалят у кого и от кого вы здесь пришли освобождать в таком случае я не знаю могу на этот вопрос ответить давай подумаем или если ты сильно занят папа спрашивает у дмитрия есть ли у него есть у меня сын сын дмитрия что убивать кого-то пошел сын дмитрия сейчас сидит обгоревший перед вашим папой или что к чему это я не знаю почему он сказал эту но он на эмоции хотите увидеть сын дмитрия может убил кого-нибудь или воюет чему этот вопрос вы понять не можете что все проблемы в вас и в том что вы сюда вообще приперлись вы понять этого не можете вы понять не можете что вы стали нацистами все вы стали нацистами обыкновенно и пытаясь снять с себя вину хоть каким-то образом вы начинаете задавать вот нам вот таким вот встречные вопросы будто это мы к вам пришли и прикрываться контрактами ответь на такой вопрос не вот уже чисто интересно ты же прикрываешься что у тебя выбора нету стреляя из танчика в наш в наш танк или в наших людей что что произойдет дальше вот ты выстрелил попал сашей у танк под убил наших людей правильно танки не убежали не ну контузил если там рядом кто-то стоит ответь мне почему наши люди которых мобилизовали сейчас это гражданские люди должны умирать от такого как ты которую прикрывает себя бумажкой виноваты я здесь виноват я здесь мы вчера я не убивал здесь никого потому что ты еще не успел давай называть со своими именами ты не успел никого убить но ты бы это сделал бы с радостью если дабы если я бы это сделал так не видел если я бы так и сделал парнишка на этом так не ведете когда вы пока попадаете на видеозапись там когда 8 8 между собой записываете друг друга вы себя так как здесь не ведете там вы там герой давайте в контакте ваш посмотрим если вконтакте значит он там в комментариях нам по-любому пришлют кучу контакты на базу где мы ищем эти контакты я его все время прикрепляю поэтому во время интервью этим заниматься мы вчера есть какие-то героические нету нету повторное будем делать нету нету заточки какие нету нету я вконтакте последний раз был в прошлом году я вчера с вами беседовал вы по сути новый что я попросил вас всех коллективно придумать коллективно чтобы быстрее обмен прошел придумать как это сделать да я попросил пленных рф придумать как вас отдать в вашу страну что вы придумали ну там старшина это придумали я точно не вникал но они пресс-конференцию хотят устроить чтобы обращение к блогерам обращение к нашим людям чтобы из и самое главное обращение кому верхом главнокомандующим говну путину на чтобы он забрал своих вот таких вот как ты которые пришли убивать украинцы мы подумаем как это можно реализовать да ну он вы изначально сколько там люди говорили сегодня в плену уже сидят день ну вот там где ты находишься говорили 87 дней а ну да там кто-то три месяца кто-то два месяца я повторюсь вы нам не нужны никто не получает удовольствие от того что вас нужно содержать кормить и лечить вот как вам а с чего вообще взяли что вот скоро будет обмен это вы так отца пытались успокоить или он сказал кто не отца успокаиваю это тоже на видео будут люди ваши по четыре месяца здесь сидят их забирать никто не хочет и мы поэтому и попросили придумайте как вас отдать дай бог может скоро и будет не знаешь ли не столько высшие силы играют роль сколько как раз ваша родственница которые идут в нужной инстанции добиваются чтобы вас забрали говорят об этом выходят с плакатами а ваш папа вместо этого всего еще начал угрожать человеку у которого вы по сути в плену даже не знает вот такой дима он этого даже не понял то есть понимаете какая история вы считаете что вы идете на нацистов и не боитесь что с вами будет в плену у этих самых нацистов что-то вашей концепции поломано немножко а если вот мы сейчас себя возьмем и поведем действительно как эти самые нации не мы с димой а люди которые это послушают у которых вы содержитесь что ваш папа да будет думать о том что он говорит и как он себя ведет он хоть пожалеет скажи вы понимаете какой общий бред ты папа ваш в милиции там работала привык наверное над людьми издевалков на полковник розыграй деле наверно привык над людьми издеваться у себя так он думает что у него везде власть ребята здесь нет вашей власти здесь нет вашей страны идите домой ваня и домой его не ваня иван дурак есть такая пословица как вы думаете для чего мы это делаем смысле что вот вот это вот все чтоб быстрее нас и дальше мы увидели нас чтобы увидели чтобы вы из мертвого потому что вас по-любому ваш комбриг который бросил на четырех танков попали в статус живой в плену и ваш отец вместо того чтобы сказать спасибо мне и вове он еще угрожает папа ты будешь это смотри давай приезжай сюда поговорим накрещать наоборот напиши спасибо что наоборот меня не трон нарисовали мусора какие-то будут рассказывать ну такое реально впервые было вместо того чтобы нам люди говорят спасибо ему было бессмысленно просить выйти с плакатом потому что это же такое но когда он тебя спасена можно было сформулировать такое вам дело до милусы но он же к вам не пришел и так далее это толерантность да а это это не то это что ты понимаешь там узкий узкий разум ну это человек который приковывал людей к батарее наручниками которые насиловал сто процентов можно швабрами носил на поэтому фиксировано все что гулагу . нет посмотри есть такой ресурс как у вас в тюрьмах людей швабрами носил четко зафиксировано все вы же видеть этого не хотите а вы хотите чтобы мы здесь были толерантны так мы толерантны насколько можем держимся сигарет вам сегодня принес мальборо ты покурил нацисты ничего у меня все будем я взбодрился вот когда вот такие разговоры начинаются то он уже конечно немножко немножко извините пожалуйста наконец-то извинился на ну ладно но скажи пожалуйста 6 буря подожди да еще нет еще до что расскажи про бурята про бурята который мой наводчик до которого не забрали чего его не забрали много пристрелили в подвале остался я думаю забрали не так а ты видел что его не забрали и конечно видео что нас забрали двоих его оставили я спросила говорю вы заберите его тоже они сказали молчи своих заберем чем этого забирать бурят а вы посрочно эвакуировали да да может место я думаю что за ним вернулись и забрали потому что вы нам нужны для обмена и вопрос мы это состояние был сильно жега стань умирал не умирал по традиции последнее слово у нас за военнопленным и мы просим обратить чтобы вы обратились своим согражданам с какими-нибудь пожеланиями или не пожеланиями стоит им сюда идти почему им стоит сюда идти или не стоит наоборот не сограждане не надо сюда идти здесь не так как вы думаете не стоит ну отец ваш такой я как бы мне стало интересно я тебя найду мне будет интересно как он меня найдет и что он мне скажет да вам наверно это уже не пригодится да одевайся так да д